Друзья, сегодняшняя запись получилась экспромтом. Мы целыми днями работаем, много вопросов, много уточнений, недовольства. Я могу понять, я не могу принять молчание спонсоров и отсутствие ответа в лидерской группе только 3-4 человека, которые отсылают информацию. Почему возникла необходимость проговорить больше о содержании нашей компании? Целыми днями у нас здесь решаются вопросы, детали по маркетингу, что именно говорить по поводу квалификационных аккаунтов, каким образом рассчитывать баллы, что именно идет по резидуалу, какие проценты. Очень много деталей, на которые должен дать ответ только Клауди Энрик. Он президент. Просто цифры по файлам, которые без конца у нас требуют, их нет в официальном доступе. Вот сейчас конкретно выработан механизм общения с руководством. От президента будет назначен человек, исполняющий обязанности руководителя именно МЛМ-структуры, чтобы больше не было информации, выловленной в частных чатах, полученной в частных беседах, от мастеров, либо от Мигела, где-то каким-то образом непроверенная, недостоверно подтвержденная информация, которая начинает, скажем так, являться основой дискуссии. Это никому не нужно. На сегодняшний день вырабатывается механизм работы. Учитывая, что старт будет объявлен, как только будет закончено позиционирование бинара, только тогда мы сможем структурировать полностью наш план работы. Без конца повторять о том, что давайте это, давайте это, давайте это, давайте это, только то, что кому-то хочется, не ускорит работу. Объективная необходимость закончить правильное размещение структуры. Мы сами виноваты. Я неоднократно говорила, почему затянулись работы. Вина не программистов, вина структур, отсутствие информации лидерской в своих структурах по своевременному заполнению требуемых формуляров. Поэтому на сегодня, как есть, так есть. Мигел Гомыш с собой увез программиста, который позиционирует бинар, с собой в Дубае, чтобы больше никаких косяков никто из мастеров ему не подсовывал. Потому что, естественно, когда меня просят, я иду и требую. И так же все идем, просим, требуем, умоляем, чтобы как-то решить вопрос. И все, его нет, вопрос закрылся. Именно поэтому эта неделя конкретно, это старт. Что требуется от президента? Окончательная структурация плана работы. Потому что на сегодняшний день все, что мы знаем, это поверхностная информация через десятые руки. Не мы, а вы. Извините, я пытаюсь голосовыми сообщениями передавать конкретно. Дальше просто не идет. И я считала, что будет полезным послушать мастеров, послушать информацию дополнительную о компании. Потому что все, кто приезжают сюда, неоднократно много визитов сюда было, партнеров. Все, кто приезжают, уезжают, замотивированы вчера начинать работать. Почему? Информацию, которую они получают в полном объеме, документы, которые видят, напитываются разнообразными источниками, где можно черпать информацию, переводить. Это все позволяет понимать, какой бизнес у нас в руках. До нюансы, до порядок, который требует времени, он будет установлен. Невозможно десятилетней разработки бизнеса. Вот сегодня рядом со мной сидел Ласло, это он наш лидер венгерский, который приезжает сюда уже третий раз. Но он прибыл сейчас конкретно разобраться в деталях. И вот он чем больше сидел целый день в офисе, целый день мы провели. Слушал. Слушал одного лидера, слушал второго, слушал третий. Он говорит, теперь я понял. Это, говорит, колоссальная работа, многолетняя, которая дает результат сегодня уже в токенизации, то есть в токенах, которые нам выдают. А работа колоссальная проводилась годами. Почему? Что, как все в подробностях на конференциях мы будем говорить. На сегодня, раз у нас была минутка, я посчитала необходимым, раз Кристо был, вступил в беседу, его записать. Имели минутку, пили кофе, сидели, вышли после законченного рабочего дня. С двумя мастерами мы их записали. Я хотела просто дать информацию дополнительную, не поле для дискуссии, а для информационного познания бизнеса, в котором мы с вами находимся. И бэк-офис, и деньги, все это у нас действительно уже в руках. Да, щелчок, открытие, что называется, кран. Президент дал старт и поехали. Президент написал в общем чате, что дату прибытия в Португалию он дополнительно звучит. То ли пятница, то ли понедельник. Все, и мы с вами будем иметь в руках все инструменты, весь механизм, весь план работы и будем работать. Друзья, много раз я говорила, для того, чтобы сложилось понимание, какая у нас монета не одна, а все четыре, какого вида у нас ICO необходимо прочесть White Paper. Там четко все разложено и показано, что у нас первые запатентованные монеты социального назначения, которые не имеют в обычном понимании своего при ICO со своим сайтом для спекулятивной продажи на биржах. Монета имеет другое назначение. Прочитайте White Paper. Полезно будет. Да, много 114 страниц. Ну, полезно будет понять экономику проекта биржи, следом за тем, как появятся у нас монеты в бэк-офисах, а это и есть наша социальная сеть, а это и есть сайт с адресом монеты. После этого, как сказал Мигел, не все биржи семь. И мы не знаем, какие первая, какая вторая, какая третья. Биржа говорит, я готова. Называют нам биржу, которую идем. Следующую говорят, какая готова. Туда идем. Назвали три биржи, которые готовы. На них идем. Все семь назвали в один день. Туда идем. Но во всяком случае, по гарантийным обязательствам, после появления монет в бэк-офисе, три дня все семь бирж будут работать. И потом еженедельно появляются остальные биржи из 30 заявленных. Поэтому, для того, чтобы понимать, каждый раз пазлы складываются, и каждый раз я понимаю глубже, каким образом у нас идет распределение в социальной сети монет в социальном пользовании, скажем так. Каким образом экченч, каким образом кошельки их под эти монеты начинают работать, каким образом увеличивается потенциальное использование этих монет, а следовательно оборот движения и рост в цене, все это прописано очень грамотно вайтпепер. И что важно именно, чем отличается наше ICO, ни один вайтпепер никогда, нигде не защищался на университетской базе специалистами в различных направлениях для того, чтобы в протокольной части подписываемой экономистами, финансистами, криптографами, программистами. Этот документ является определяющим для того, чтобы заявленные тенденции, которые заложены в использовании монеты, реализовать. А какие у нас тенденции? Это платежное поручение, это платежная единица, это валюта, которая является связующим звеном между криптографическим миром и фиатным, которая для фиатного мира, извините, необходимо физическое подтверждение реальной стоимости, для криптографического, разработка и технология, обоснованная и подтвержденная специалистами. Вот все это мы имеем в руках. Поэтому вопрос, я читаю регулярно, Женя задает регулярно вопрос, почему до сих пор нет на биржах. Да потому что главной, учитывая еще раз напомню, социальную значимость монеты, является социальная сеть с владением этими монетами. Мы, то есть мы социальная сеть для этой компании. Бэк-офис, это порядок поведения монет. Далее, три дня все биржи, какая первая, какая вторая, какая третья, в первый день две или во второй день пять, я не знаю. Порядок будет определен каждой бирже, которая заявит о себе, готова, готова, готова. Каждая биржа имеет протокольное соглашение по количеству принимаемых монет на первом этапе. Там целый механизм расписан, там все очень непросто. Но это все абсолютная реальность. И это все новое слово, которое на сегодня, в 19-м году, является первым и единственным в мире криптографии, которое определяет физическую сущность каждой монеты, физическую. То есть ее назначение, ее применение, естественно, долгую жизнь.